Торговый дом Микробит представляет программу. В апреле 1971 года фирма IBM представила первую модель компьютера для массового пользователя. Это было начало. Здравствуйте, вы смотрите Мир Компьютера. Я смотрю на вас, а компьютер смотрит на нас, всех вместе взятых. Смотрит и думает, ох, как же это все надоело. Ну почему они в разгар лета вместо того, чтобы загорать и купаться, сидят по домам, пялиться в монитор и теребят мою клавиатуру? А потому, ответим мы нашему железному другу, потому что мы настоящие пользователи, а настоящий пользователь никогда не отдыхает. Он бдит. Вдруг где-нибудь что-нибудь новенькое появилось. Кстати, о новеньком в новостях Татьяна Осекина. Здравствуйте, предлагаем вашему вниманию выпуск новостей компьютерного бизнеса. На сайте сети супермаркетов Велморт появились в продаже первые персональные компьютеры на базе операционной системы Windows OS. Эти компьютеры выпускаются компанией Microtel Computer Systems. А их конфигурация практически не отличается от компьютеров той же компании, использующих Windows. На онлайновой витрине Велморт сообщается, что Windows позволяет совмещать стабильность Linux с удобствами Windows и возможностью запуска большинства Windows-программ. В целом, эти компьютеры позиционируются как более дешевая альтернатива Windows-системам. Летом 2002 года исполняется 20 лет со дня появления широко распространенного сегодня формата и носителя для записи музыки Compact Disco. В 1982 году японская компания Sony представила на японском рынке первый CD-проигрыватель. Через несколько лет стало очевидно, что новый формат прекрасно подходит не только для музыки. Спустя 10 лет после создания аудио-сиди в 1992 году на рынке появился компьютерный носитель CD-ROM. На CD-ROM можно было записывать данные, хранящиеся более чем на 450 дискетах. Его емкость составила 650 Мб. Такие новости предоставила нам сегодня компания Microbit. О том, что Intel переведет всю свою линейку высокопроизводительных процессоров на более быструю системную шину, было известно давно. И вот этот день наступил. Зачем же это надо? Об этом мы и поговорим с нашим постоянным консультантом, специалистом компании Svega Plus, Николаем Завесским. Привет, Николай. Привет, Володя. Николай, как сказывается на производительности системы переход на более быструю шину? Когда это целесообразно? Если говорить о компьютерах на базе процессора Intel Pentium 4, то переход с шины в 400 МГц на шину в 533 МГц позволяет достичь стабильного роста производительности на 5-10%. Учитывая то, что стоимость компьютера от использования более быстрой шины практически не меняется, становится очевидным, что новые компьютеры лучше собирать на материнских платах поддерживающих шину в 533 МГц. В то же время менять недавно купленные компьютеры Pentium 4 с шиной 400 МГц экономически не оправданно. Понятно. Значит, новые компьютеры надо собирать на новых платах с поддержкой современной шины. Какие это платы? Пару недель назад таких плат на рынке вообще не было. А сегодня уже и выбор есть. Первой в нашу лабораторию поступила материнская плата компании Intel D845GBV. Плата поддерживает DDR память. От использования обычных димов с памятью типа SD-RAM, похоже, окончательно отказали. Память старого типа в новых системах становится настоящим тормозом. Используем чипсеты Intel 845G. Пожалуй, главным нововведением следует назвать поддержку шести портов USB 2.0. USB 2.0 позволяет увеличить пропускную способность в 40 раз и при этом обладает полной обратной совместимостью с USB 1.1. Встроенный звуковой контроллер также претерпел ряд улучшений. Большой интерес вызвал вошедший в комплект поставки адаптер, позволяющий подключить мониторы через DVI-выход. Это должно сказаться на качестве изображения. Кстати, данная материнская плата имеет встроенный видеоконтроллер. Николай, давай обсудим плюсы и минусы чипсетов с интегрированным видеоконтроллером. Intel 845G классический интегрированный чипсет. То есть встроенный видеоадаптер использует оперативную память. Естественно, это должно приводить к замедлению скорости работы системы в целом. Однако, по результатам наших исследований, в задачах, не требующих активного использования 3D-графики, интегрированный видеоадаптер Intel 845G практически не тормозит систему. Поэтому для таких задач интегрированный чипсет более чем оправдан с экономической точки зрения. А если я покупаю компьютер именно для работы с трехмерной графикой? В этом случае покупать интегрированную материнскую плату не имеет смысла. Все равно ты будешь использовать дополнительный, более мощный видеоадаптер, например, GeForce 4. В то же время, шина в 533 МГц будет очень кстати. В такой ситуации хорошим выбором будет чипсет Intel 845i. Чипсет тоже новый, но материнские платы на его основе уже появились в доставке. Например, Gigabyte 8IE, 8IEX. Эти платы используют DDR-память и оснащены интерфейсом USB 2.0, преимущество которого мы внимательно рассмотрим в наших следующих передачах. Ну что же, огромное спасибо, Николай. Пока. Пока, Улья. Напоминаю, что нам, как всегда, помогал специалист компании Svega Plus Николай Зоозерский. Присылайте свои новые вопросы на наш электронный адрес, с удовольствием ответим. Ну а для тех, кто не может жить без ВАП или СМС, новости телекоммуникации. Следующую новость любезно предоставила компания Северо-Западной GSM. Государственная Дума не приняла во втором чтении проект о внесении дополнения в федеральный закон о связи. Закон о проект был внесен Омским законодательным собранием и предусматривал право абонентов местной телефонной связи выбирать между повременной и абонентской системой оплаты. В проекте также предполагалось законодательно закрепить обязанности оператора в связи и устанавливать в помещении пользователей оборудование для учета времени в телефонах разговоров. Северо-Западный филиал Мегафон начал реализацию пластиковых карт GSM Lite номиналом 35 долларов. Новые карты, обладающие увеличенным сроком действия 150 дней, будут в продаже в течение всего летнего периода. Это были новости телекоммуникации, а ближе к концу программы мы встретимся с вами еще раз. В одном американском фильме, снятом еще на заре персональных компьютеров, главная героиня говорила о железном моноблоке, занимавшем почти весь стол и отдаленно напоминавшем современный компьютер. Она говорила с придыханием. Он живой. Он все понимает. Он чувствует. И при этом еще закатывала глаза. А железный уродец в ответ ей кивал монитором. Ну вот шли годы. Компьютеры становились умнее, компактнее. Мы, в свою очередь, избавлялись от сентиментальных иллюзий. Но нет, нет, да и закрадется в голову шальная мысль. А машинка-то моя, ух, себе на уме. Так вот, хотелось бы знать ваше мнение. Имеет ли компьютер твой характер, привычки? И вообще, одушевленный это предмет или нет? Ну, мне так кажется, он не одушевленный. Конечно, одушевленный. Ну, за дядин компьютер сажусь, чувствую, дядя работал. Нет, это не одушевленно. Ну, потому что нет еще искусственного интеллекта. Скажем так, настроение у него есть. Он может давать сбои, может не давать. Иногда бывает, вот приходишь на работу, и он начинает хандрить без каких-то либо причин. Потом как бы разрабатывается, в течение дня работает нормально. Ну, я думаю, что он не одушевлен, во-первых, потому что это машина. Но характер он имеет. Компьютер это и есть компьютер. Он требует одного знаний. Он просто реагирует на размер денег в кошельке и все. Мало того, что он одушевленный, он еще и гадости делать может. А вообще, если с ним относиться нежно и заботливо, ну, как с женщиной, то и проблем не будет. Честно говоря, программа приобретает несколько мистический характер. Сразу скажу, я лично не знаю. Может быть, он и груда железа, а может и... А может, это я, груда мяса и костей в его понимании. В общем, с выводами тут торопиться не надо. Да, у нас на очереди обзор питерского компьютерного рынка, подготовленный нашими коллегами журнала «Компьютер Бизнес Маркет». Прошу. Сегодняшний обзор посвящен ценам на наиболее популярные в нашем городе мониторы с диагональю 15, 17 и 19 дюймов. Мониторы с диагональю 15 дюймов уже почти полгода занимают второе место по количеству предложений. Однако, не в пример события месячной давности, стремительное падение цен на эти устройства прекратилось. Правый столбец на диаграмме показывает цены на сегодняшний день. Как видите, цены на наиболее популярные модели упали всего на 1,5 доллара. Самыми популярными, как и несколько месяцев назад, являются мониторы с диагональю 17 дюймов. Во многом это обусловлено их доступной ценой, которая к тому же продолжает снижаться, пусть и незначительно. Сегодня для того, чтобы приобрести 17-дюймовый монитор, как и месяц назад, достаточно иметь в кармане около 95 условных единиц. А вот падение цен на наиболее дорогие модели составило от 4 до 25 долларов. Мониторы с диагональю 19 дюймов по-прежнему еще слишком дороги для большинства пользователей. Минимум, который вам придется заплатить за такой монитор, это 293 доллара. Именно таков минимальный порог цены на 19-дюймовые устройства марки CTX. Если же вас интересуют устройства других марок, то за них придется заплатить еще дороже. Как видно с диаграммы, 19-дюймовые устройства дешевеют несколько быстрее, чем с диагональю 15 и 17 дюймов. Надеемся, что наш экономический обзор поможет вам сделать правильный выбор. Итоги очередного тура нашего конкурса. Поразительно. В самый разгар лета поток писем с правильными ответами не иссякает. Вот лично у меня уже мозги плавятся. Ну, не помню, что спрашивал. Ну, шучу, шучу, помню. Вопрос звучал так. Сколько ID кабелей рекомендуется использовать в компьютере, имеющем один привод CD-ROM и один жесткий диск? Просто шквал, шквал правильных ответов, ну, с разницей в минуту поступал на наш электронный адрес. Правильный ответ звучит так. В таком компьютере рекомендуется использовать два кабеля IDE. Наш сегодняшний победитель, Максим Солнцев, учащийся лицея Высшая банковская школа. Максим, мои поздравления. А также эти призы. Универсальная карта связи бессрочного действия Виатон. С этой картой удобно пользоваться интернетом, звонить в любой город мира, а также оплачивать услуги операторов сотовой связи. Прошу. От компании Топ План. Электронный автокаталог всех серийных автомобилей ведущих мировых производителей. Прошу. От компьютерного клуба Башня. Лицензионный диск с игрой Каманч-4. Еще раз поздравляю. Хочу поблагодарить программу Мир Компьютера за предоставленные призы и пожелать всем участникам конкурса победы. Буквально через пару минут самая неприятная часть программы. Ну, игры. Понимаете, что я про игры и про этого. Сами знаете про кого. А прямо сейчас наша традиционная рубрика «Мобильный мир» и ее постоянный ведущий Андрей Соловьев. Здравствуйте. Формат MP3 уже давно стал излюбленным способом хранения музыки и аудиоданных во всем мире. И, конечно, логично было бы иметь портативное устройство, записывающее воспроизводящее музыку именно в формате MP3. И сегодня я хочу познакомить вас с последней разработкой корейской фирмы MP-Man портативным MP3-плеером MPF35. Устройство имеет 64 МБ собственной флеш-памяти и слот для подключения смарт-медиа-карт. Таким образом, суммарный объем памяти, выделенный на хранение музыки, равен 128 МБ, что соответствует примерно полутора часам звучания в формате MP3 в очень неплохом качестве. В комплекте с плеером идут наушники с пультом дистанционного управления. Загрузка композиции в память производится с помощью компьютера через USB-кабель. Помимо MP3-плеера устройство оснащено FM-тюнером с памятью на 20 станций, цифровым диктофоном и даже записной книжкой, которую можно формировать с помощью компьютера. Получается действительно интересное и необычное устройство, особенно если представить себе, что вся начинка заключена внутри легкого алюминиевого корпуса и работает от одной пальчиковой батарейки. Невольно возникает вопрос, если уже сегодня нам доступен столь миниатюрный и функциональный комбайн, то каких же гибридов нам следует ожидать в самом ближайшем будущем? Фестиваль экстремальных видов спорта и альтернативной музыки «Свежий ветер» прошел в Санкт-Петербурге при участии компании «Микробит». Каждое лето любители адреналина собираются возле гостиницы «Прибалтийская» на ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Свежий ветер». Никого из этих людей не удивишь самыми экзотическими модификациями спортивных снарядов, но то, что к ним может относиться и вполне мирного вида ноутбук, не ожидал никто. А уж тем более того, что человек с ним соберет вокруг себя самую большую толпу поклонников-экстремалов. Дело в том, что все они выбирали из победителя соревнований. Жюри должно быть на самом деле из народов. Потому что кто голосует, люди, много должно было быть, и кто больше проголосует за кого-нибудь, того и выбирать. Потому что опять человек там в жюри, или сколько сидит, они не смогут выбрать самого лучшего. Интерактивная система голосования, предоставленная компанией «Микробит», позволила каждому желающему стать членом народного жюри и реально приблизить победу своего кумира. Поступавшие данные суммировались и оперативно отражались в интернете. За ходом голосования можно было наблюдать здесь же, на большом информационном экране. Тем временем операторы виртуальной машины на деле доказали, что они сами заслуживают звания экстремалов, и продолжили свою работу, несмотря на штормовое предупреждение. Первый день фестиваля был сильный ветер, нас сильно раскачивало. Сейчас погода хорошая, мы повесили экран, вышли в интернет, все нормально. Российская компания 1С объявила о подписании договора с компанией Diversity Entertainment на издании в России 3D-файтинга One Must Fall Battlegrounds. Это продолжение культовой One Must Fall 2097, одного из лучших файтингов начала 90-х. Действие игры происходит в 2117 году, 20 лет спустя после событий предыдущей части. В вашем распоряжении 8 роботов-клодиаторов, часть из которых впервые появится перед публикой. Это последняя выпуск новостей на сегодня в студии была Татьяна Осекина. Встретимся через неделю. Прежде чем уступить место этому маньяку, вы прекрасно понимаете, о ком я, хочется высказать глубокую философскую мысль. Человечество ничему не научилось. После всех ужасов 20 века оно продолжает, оно, я имею ввиду, человечество, оно продолжает выпускать эти кровавые игры, эти сиквелы, приквелы. Короче, всю эту гадость и мерзость, которая так нравится нашему главному по играм. 5, 4, 3, 2, 1, time to start. Вот, лежит мешок, да? Можно мимо пройти, а можно ногой пройти. На 286-х машинах так и было. Ну, так он просто лежал, мешок, кстати. Ну, для красоты, что ли? Или там, ну, как деталь интерьера. О, а сейчас? Сейчас он лежит со смыслом. Странно, ничего нет. Вроде никого, и под ним пусто. А может, внутри что? Граната. Настоящая. И чикадуля. Настоящая. Настоящая. Дюк Ньюкем — культовый персонаж, не нуждающийся ни в каких рекомендациях. Тех, кто с нетерпением ждет Дюк Ньюкем Парева, вполне хватит на заселение не самого маленького континента. Но Дюк Ньюкем Парева — проект эпохальный. Да и выйдет он не так, чтобы очень скоро. А пока можно скоротать время за игрой в Дюк Ньюкем Манхэттен Проджект. Компания 3D Realms выступила в роли продюсера и консультанта. Игра получилась превосходной. По жанру это не 3D-экшен от первого лица, а платформер. Вам придется не только много стрелять, но и бегать, прыгать. Но главное, чем славился старый добрый Дюк, в ней сохранились в полной мере своеобразный юмор, прекрасная атмосфера, захватывающий игровой процесс. Сейчас они у меня вспомнят в 95-й. Думаю, что я забыл тактику ближнего боя в закрытых помещениях. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Держись, гад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Денадцать семь. Денадцать восемь. Денадцать девять. Я даже забыл. Что ж такое-то, а? Ё-моё. Никого? Что ж я не понял? Что ж такое-то? Это просто туалет, просто мешок, просто граната. Граната. А чё ж она не сработала-то? Граната. Я забыл чеку вытернуть. Игровой процесс, как легко догадаться, сводится к тотальному уничтожению пришельцев. Это же ведь любимое занятие Дюка еще со времен 286-х процессоров и GA-адаптеров и прочих древностей. Фирменный дюкутский юмор, повторю, никуда не делся. Остался на месте ракетный ранец, гранатомет, возможность поправлять здоровье, отпевая воду из разбитых унитазов, разносить стены, увы, опять далеко не все, и еще много приятных вещей, вызывающих умиление у старых поклонников борца с инопланетной агрессией. По ходу игры вам придется заниматься не только уничтожением всех и вся. Вам предстоит обезвреживать секс-бомбы, искать ключи и так далее. Кроме того, игра изобилует огромным количеством цитат из фильмов и других игр. Среди врагов встречаются и пришельцы, и мутанты, и даже рыцарь-джедай. Уровни также отличаются разнообразием. Есть все места действий от станций метро до орбитальных станций. Устал. И душой устал, и телом. Все уже было. И гранаты в туалете, и монстры, и ночи бессонные. И это было. И это было. А вот это и не было. Это точно не было. Все. Жизнь мимо прошла. Бегаешь, воюешь, а тут... Тут... Такие девчонки подросли. Все. Надо определяться. Выбирать. Либо любовь, Либо война. Да че тут думать? Ясное дело. Война. Интерактивность окружающей обстановки сводится не только к наличию разрушаемых стен. Разработчики пошли дальше. Например, вы разносите бочки, из них выливается какая-то гадость. В эту гадость случайно забегает безобидная крыса и превращается в ниндзя. Стоит вам разнести метким выстрелом таксофон, и вы можете послушать диалог Клинтона и Моники. Таких примеров можно привести массу. Duke Newcastle Manhattan Project. Увы, не отнесешь к суперхитам. А вот к самым обычным хитам его отнести можно. Системные требования. Pentium 2 350, 64 мегабайта памяти, 3D акселератор. Я сегодня даже комментировать это не буду. Буду выше этого. Вот просто помолчу. Вопросы запишите. Как называется чипсет фирмы VIA, поддерживающий шину в 533 МГц? Ответы, как всегда, приносите сюда, на Измайловский 2 в микробит, или присылайте на наш электронный адрес. Он на экране. Продолжение следует...